Ну еще раз всем добрый вечер. Мы сегодня прочитаем отрывок из трактата Ирувин, который с одной стороны он даст нам возможность сделать некоторые выводы относительно идей или формирования идей, то, каким образом формулируются идеи в фалмагической литературе и как они выражаются. Заодно мы посмотрим в очередной раз на композиционную структуру и как, собственно говоря, это сделано. То есть в очередной раз увидим подтверждение тому, что вот все эти немножко странные, прерывистый этот текст, как я его называю, дискретный текст, на самом деле при должном рассмотрении оказывается некоторой композицией, подобной птихте, о которых мы говорили. Птихта, более ранняя форма Питра. И я напомню, что мой тезис не является общепринятым, но я вот его придерживаюсь. Есть еще некоторые исследователи, которые разделяют такую позицию или, по крайней мере, близкую к ней. Моя точка зрения состоит в том, что логическая литература, она вся устроена вот таким вот образом. Каким именно? Таким, что есть фрагментики, да, которые сочетаются определенным образом и редактор, редакторская работа состоит в том, чтобы из этих элементов составить некую композицию, которая на самом деле выражает некую идею. Выражение этой идеи является не прямым, а именно вот таким вот сложно сочиненным, скажем так, да, по целому ряду причин. Это с одной стороны одна из причин — это сохранение устной торы непроговоренной, да, потому что получается, что прямо ничего не проговаривается. И язык, на котором говорят мудрецы Талмуда, если под языком понимать как раз вот эти самые элементы и синтаксис, это правило соединения этих элементов, но это своеобразный язык, на котором они разговаривают между собой и который как бы защищает, собственно говоря, эту устную тору от какого-то проникновения в нее извне. То есть человеку со стороны это должно казаться странным, то есть он не понимает, о чем речь, несмотря на то, что может понимать арамейский или иврик. Это как бы одна сторона. Другая сторона, о которой я тоже говорю, это, собственно говоря, такая пропедевтическая причина, а именно донесение смысла возможно только тогда, когда человек активно в этом участвует, только тот, кто слушает, тот, кто воспринимает. Потому что если я пытаюсь вложить в голову другому некую свою идею, обычно другой не слышит меня и не воспринимает эту идею. А вот если он самостоятельно расшифровывая ту своеобразную загадку, которая представляет из себя та или иная композиция, он эту идею поймет, он таким образом ее присвоит. Ну и, наконец, третий аспект, третий аспект вот такого рода способа смысла строения, способа выражения идей, мыслей и так далее, он состоит в том, что это продолжение того, что я называю своеобразным перформансом. То есть перформанс, который осуществляется, мы сегодня это называем перформансом, а мудрицы Талмуда как бы живут в режиме непрерывного перформанса. Этот непрерывный перформанс, он заключается, в общем-то, конечно, в определенных действиях, но помимо определенных действий, которые должны иметь некую смысловую нагрузку и так далее, вплоть до того, что мы читали, да, в туалете или человек совокупляется с женой, это все на самом деле, любое действие, оно насыщено какими-то символическими значениями. Но помимо этого существует и облекающие эти действия, собственно говоря, речи. Это речь и есть вот этот самый, это талмудическая речь. Получается, что такой вот способ, способ говорения и способ взаимодействия, способ взаимодействия с помощью блоков определенных устной поры, он является частью вот этого перформанса. То есть человек осуществляет форманс, еще и говорит на вот этом языке. Говорение на этом языке – это часть устной торы, это часть талмуда, талмуда понятого как учение. Талмуд-тора – это и есть умение говорить на этом языке. И те, кто принадлежат этому кругу, вот идея, конечно, состоит в том, что каждый еврей должен принадлежать этому кругу, но уже в самом талмуде мы видим, что это не так, что есть так называемые хаверим, товарищи, то есть те, кто принадлежат этому сообществу, и есть те простолюдины, которые не принадлежат этому сообществу. То есть… Продолжение следует...